Здравствуйте! Сегодня я буду рассказывать вам о сравнительно новой науке из серии геологических наук. Она называется сравнительная планетология. Эта наука сформировалась сравнительно недавно, примерно 40-45 лет тому назад, когда великий советский геолог, геохимик Кирилл Павлович Флоренский задался вопросом, а можно ли распространить знания, которые накоплены были геологией за многие столетия, на пространство Солнечной системы? Дело в том, что к тому времени появились первые изображения хорошего качества поверхностей разных планет. И эти изображения могли быть объектом геологического изучения. Планетология изучает планетные тела как объекты геологического исследования, подобные Земле. Это основной принцип планетологии. Но, хотя эта наука в геологическом аспекте сравнительно молодая, тем не менее, корни ее уходят глубоко в прошлое. Началось это изучение давно, и люди видели звезды, смотрели на них и пытались каким-то образом выделить планеты из этого скопления звезд, посмотреть, как они влияют на судьбы людей. И можно выделить, наверное, три периода, три этапа развития планетологии. Самый первый это был так называемый астрологический. Звезды всегда притягивали внимание человека. Уже давно было понятно, что среди этих звезд есть какие-то особые объекты. Они назывались подвижные звезды. Но знание о движениях и планетах звезд было довольно слабое. И главная цель людей на этом этапе было посмотреть, есть ли какое-нибудь влияние движений планетных тел на судьбы людей. Этот этап планетологии основывался на первых известных планетах. Было известно всего семь планет. Солнце считалось одной из планет. И картина мира была основана на гелиоцентрической концепции. Это концепция, которая описывает Землю как центр Вселенной. По мере накопления знаний, картина мира менялась и планетология перешла на второй этап. В это время сформировалось понятие Солнечная система. Астрономический этап планетологии оперировал понятием Солнечной системы уже. Это была стройная система взглядов, новая модель мира. Центром Вселенной являлось Солнце. Мало людей еще знали о других галактиках, но тем не менее этого уже хватало. Солнце, планеты. Солнечная система в это время изучалась с позиции небесной механики. Это был хорошо разработанный математический и физический аппарат, который позволял изучать орбиты, движения планет. Астрологический аспект планетологии отошел в сторону. Он забылся. Он еще тлеет до сих пор. По сию пору существуют астрологические прогнозы. Но это все уже ненаучно. Третий этап планетологии начался с момента появления хороших оптических приборов и в конечном итоге запуска межпланетных космических станций и аппаратов. Вот, например, поверхность одной из планет Солнечной системы. Это Меркурий. Вот так мы видим Меркурий по изображениям космического аппарата Маринер-10. Поверхность изображена из песчанократерами. Вот такие изображения позволяют изучать поверхность планет уже с применением геологических знаний. Мы можем изучать прямыми методами эти объекты, которые раньше были астрономическими объектами, небесными светилами. То есть у нас появляется возможность сравнивать планеты друг к другу по внешним и внутренним признакам. И мы можем рассматривать планеты как бы в ряду эволюционном, сравнивать их геологические истории. И сравнение геологических историй как раз и является основной задачей планетологии, сравнительной планетологии на современном этапе. Но началось это все, конечно же, с Земли. Геологическое ядро планетологии сформировано было на Земле. Методы изучения были сформированы на Земле. Поэтому, естественно, курс сравнительной планетологии начать с краткого очерка геологической истории Земли, чем мы сейчас и займемся. Что такое геология? Это историческая наука. Это история Земли. У нас известная наука история. Она изучает историю человечества. Геология изучает историю всей планеты. А человечество это какой-то маленький отрезок истории общей. У нас, у геологов, по крайней мере, совсем другой масштаб времени по сравнению с историками. У геологов единица временная, одна из самых коротких, это миллион лет. Говоря о геологии, как науке, мы должны обратиться в первую очередь к главному геологическому документу, который есть геологическая карта. Вот вы видите на вашем экране эту карту. Это удивительный документ. Это плоское изображение земной поверхности, которое, как всякое плоское изображение, двумерно. Здесь есть долгота и широта, координаты х и у. Но, кроме того, эта карта показывает еще и третье измерение. Это высота. Система изолинии, изогипс показывает нам превышение разных участков местности друг над другом. Но и это еще не все. Карта показывает еще и четвертое измерение. Вот на ней видны поля разного цвета. Синее, голубое, коричневое, зеленое. Каждое из этих полей соответствует своему возрасту. Смотря на эту карту, мы можем разбаковать участки земной поверхности по широте, по долготе, по высоте и еще и по возрасту. То есть, этот плоский двумерный документ показывает сразу четыре размерности. Вот у нас долгота, широта, высота. Но еще и есть у нас координата возраста, время Т. Значит, главная задача геологии – это попытка восстановить цепь событий, которая была, основываясь на возрастных соотношениях разных структур и геологических подразделений, объяснить их причинно-следственные связи. Но тут у нас возникает очень важный вопрос. Как мы это делаем? Нам нужно выстроить какую-то шкалу времени, чтобы развертывать эту цепь событий во времени, развернуть в четвертом измерении геологические события. И тут мы подходим к важнейшему, к корневому, можно сказать, аспекту геологии – это вопрос времени. Есть две шкалы геологического времени – относительное время и абсолютное время. Мы начнем рассматривать сначала относительное время. Концепция относительного времени сложилась из наблюдений. Вот, например, типичное обнажение горных пород, которые можно видеть, например, в каких-нибудь выемках придорожных. Тут видны разные слои. Они накладываются друг на друга. Ясно, уже интуитивно понятно, что они сформировались в разное время, потому что имеют разный цвет, текстуру, структуру. И эти наблюдения эмпирически потом были обобщены человеком по фамилии Стэна. Вот Николас Стэна, он вывел три эмпирических закона. Они, на самом деле, очень просты, но они закладывают основу очень важной геологической науки – стратеграфии. Это наука о земных слоях, это наука об относительном времени, это наука, позволяющая развернуть четвертое измерение в терминах относительного возраста. Три закона вывел Стэна. Первый закон – это закон суперпозиции. Вот, например, видно здесь на этой картинке два разных слоя – нижний и верхний. Нижний – это врекчия, верхний – это песчаники, они наложены друг на друга. Стэна подметил, что если один слой наложен на другой, и они находятся в таком ненарушенном залегании, то ясно, что нижний слой древнее, чем верхний. Но если у нас произошли какие-то тектонические события, может наблюдаться другая картина. Вот, например, здесь у нас есть вот такая складка, которая состоит из пород моложе, чем окружающая местность. И в этой части разреза закон Стэна суперпозиции соблюдается. Здесь более древние пласты подстилают более молодые. А вот в этой части наблюдается обратная картина. Здесь более древние наложены на более молодые. Но это особый случай тогда, когда у нас изначальное залегание слоев искажено. Второй закон Стэна тоже очень прост. Он говорит о том, что изначально осадочные породы отлагались горизонтально. И это действительно так. Вот вножение с пачкой осадочных слоев. И они в исходном залегании образуют такую горизонтальную пачку слоев, с которой люди прыгают в воду и купаются, например, в данном случае. И третий закон Стэна. Это закон распространения геологического подразделения во все стороны. Вот у нас конус выноса из какой-то реки. Это конус, сложенный осадочными породами. И действительно, в тех случаях, когда вот этот поток выходит на равнину, он образует обширную дельту или дельтообразную структуру породы, которая распространяется во все стороны. И вот эти три, в общем-то говоря, несложных закона, эмпирических обобщений, если угодно, составляют основу стратеграфического анализа геологических разрезов, геологической истории для того, чтобы попытаться развернуть эту четвертую координату время. Но это еще не все. В 18 веке английский ученый по имени Смит подметил, что для разных слоев горных пород характерны разные типы окаменелостей. Вильям Смит стал систематизировать эти наблюдения и пришел к выводу, что каждый или почти каждый слой осадочных пород может быть охарактеризован с точки зрения специфического набора окаменелых организмов. Применяя этот способ окартирования возраста, он составил первую в мире геологическую карту. Вот пример этой геологической карты. Это южная часть Англии. Разным цветом показаны образования разного возраста, определенные по специфическому набору организмов, которые захоронены в тех или иных слоях. Вот, например, разрез трех слоев, который можно видеть во многих местах. В каждом из этих слоев можно найти специфические организмы, микроорганизмы или макроорганизмы, которые захоронены в этих слоях. Форма, видовая принадлежность, род этих организмов бывает настолько характерны, что из слоя в слой они не повторяются. Они сменяются, фауна сменяется во времени, давая возможность датировать слои в терминах относительного возраста, конечно же. Но основываясь на специфических экосистемах, которые присущи тому или иному возрасту. Вот, например, типичный пример возможной экосистемы. Суша, море, переход из суши к морю. На суше мы видим, если нам повезет, скажем, кости крупных животных или пыльцу растений. В океанах мы видим смену организмов от мелководных к глубоководным. Это позволяет нам отследить изменения экологических систем во времени и в то же время связать каждый определенный период времени с какой-то определенной фауной или флорой, если угодно. И на основании вот этой специфической фауны, окаменелостей, была составлена стратеграфическая шкала Земли. Вот она показана здесь на экране. Эта часть шкалы описывает самое верхнее, самое позднее время истории Земли. И каждый из крупных разделов имеет в своем имени смысл жизни. Вот кайнозой, мизозой, полиозой, до полиозоя еще есть и протерозой. В каждом из названий этих подразделений крупных заключен смысл жизни. Древняя жизнь, средняя жизнь, новая жизнь. Какова же роль окаменелости в расшифровке стратеграфической летописи Земли? Мы посмотрим на несколько примеров. Например, самое древнее из известных стратеграфически и фаунистически охарактеризованных слоев – это гембрийские породы. Там есть специфические образования. Это окаменелые остатки синезеленных водорослей. Вот выглядят они вот так. Это так называемые строматолиты. Это специфические стяжения каменной, вот такой полощадной текстуры. Они характерны именно для самых древних декембрийских слоев. Встречаются они и позже, но изменяются по форме, по характеру залегания. Так что мы можем отбраковать вот эти строматолиты древние, вот такие, как здесь или на предыдущем слайде, от более поздних. Дивонский период. Тут уже изменилась ситуация. Здесь появились крупные организмы, например, вот как эти ракушки. Хотя мы знаем, что вот такого типа моллюски существовали на протяжении всей видимой, охарактеризуемой истории Земли. Вот такой специфический вид этих моллюсков привязан именно к дивонскому периоду. Мы можем, найдя, если нам повезет, конечно, если мы найдем вот такие окаменелости в каком-то слое, можем сказать уверенно, что этот слой относится к дивонскому периоду. Или вот такая вещь, это так называемые трилобиты. Именно вот этот вид трилобитов характерен для дивонского периода. Мы будем скакать, потому что тут слишком много времени заняло рассмотрение каждого из периодов. Перейдем к юрскому периоду, как наиболее интересному и впечатляющему. Но характерные формы фауны, они не слишком впечатляют. Вот такие аммониты, тоже характерны для юрского периода. Или вот такие скопления двустворчатых моллюсков. И опять же, находя вот такого рода окаменелости, мы можем довольно уверенно сказать, что эта порода, из которой мы взяли вот этот образец, где мы нашли вот эти специфические окаменелости, относится к юрскому периоду. В четвертичный период, самый поздний в стратеграфической летописи Земли, в нем тоже присутствуют разные окаменелости. Например, вот такие брахиоподы, тоже специфического облика. И у нас появляются млекопитающие. Это скелет мамонта, который описывает, например, одно из животных, которое характеризует наш четвертичный период. Но это было все относительное время. То есть мы можем сказать, этот слой старше, этот слой моложе, тут такая фауна, тут такая фауна. Мы можем сравнивать эти слои по относительному возрасту, не можем сказать ничего о длительности. Мы не можем с помощью окаменелости или законов Стэна определить длительность того или иного периода. То есть отмасштабировать стратеграфическую шкалу невозможно. Но есть способ другой, который позволяет это сделать. который позволяет отшкалировать, отмасштабировать, откалибровать стратеграфическую колонку в терминах абсолютного возраста. Есть способ определения абсолютного возраста с использованием радиоактивных изотопов. Он основан, этот способ основан на хорошо известном законе радиоактивного распада, который описывается такой простой формулой. n это число радиоактивного изотопа, n нулевое это его количество во время равное нулю, e это показатель натуральных логарифмов в степени минус лямбда t. лямбда это, а t это возраст, время, а лямбда это так называемая константа распада. Это важнейший показатель этого закона. Вот как меняется со временем количество изотопа радиоактивного и как накапливается со временем количество изотопа дочернего. Радиоактивный изотоп, распадаясь, производит дочерний изотоп. Вот черная кривая показывает убывание количества радиоактивного изотопа, изотопа родителя, а красная кривая показывает нарастание дочернего изотопа. Изотопа, который появляется в результате радиоактивного распада. То есть принцип понятен. Если мы с большой точностью померим количество атомов того или иного элемента известной радиогенной системы, мы можем, в принципе, определить возраст этой системы. Вот рабочая формула определения возраста. Возраста в абсолютных единицах. Д – это количество дочернего изотопа, которое зависит по этой формуле от количества радиоактивного изотопа. Способы современной массоспектроскопии позволяют оценить возраст того или иного образования уже с помощью радиоактивных систем и измеренного количества атомов родительских и атомов дочерних. Вот какие системы обычно применяются в геологии для того, чтобы определять абсолютные возраста тех или иных образований. Это урансвинцовая систематика, торисвинцовая, рубидистронцевая, калиаргоновая и углеродная азота. Значит, в зависимости от того, какова величина той самой показателя экспонента лямбда, эти изотопы используются в разных случаях. Вот, например, углеродный способ определения возраста, основанный на распаде изотопа углерода 14-й. Период полураспада у этого изотопа короткий – всего лишь 5000 лет. Этот изотоп может применяться для измерения возраста каких-то недавних событий. Например, изотопия углерода используется в обычной истории при исследовании артефактов, определении их возраста. Этот изотоп, к сожалению, не годится для определения возраста каких-то геологических образований. Зато есть изотопы, такие как уран, торий, рубидий. У них период полураспада очень велик, там 4,5 миллиарда лет или больше. Эти изотопы уже хороши для определения долгоживущих систем, для определения возрастов образований, которые сформировались очень давно, миллиарды лет тому назад. Конечно же, эта изотопия – вещь довольно сложная, и много тут есть подводных камней. Например, нам нужно знать количество дочернего изотопа в момент нулевой, а мы обычно его не знаем. Нам нужно быть уверенным, что система, где накапливались дочерние изотопы при распаде родительского изотопа, была закрыта, и никакой изотоп не привносился и не уносился. Мы должны быть уверены, что изменения температурного режима и условий давления не оказывали существенного влияния на радиогенную систему. Эти вещи должны быть учтены, они могут быть учтены. Тщательное изучение образцов, шлифов, минералов, которые мы берем для опробования, для анализа, может нам дать ответ на вот эти вопросы. Была ли стабильная система во времени, открывалась она, не открывалась, какова была температурная история образца и тому подобное. Применяются эти системы, в общем-то говоря, в комплексе. Желательно определять возраст не с помощью какого-то одного способа, а перепроверять его с помощью другого. И только сходимость разных результатов дает нам возможность говорить о том, что вот этот образец был вот такого возраста, потому что он был проверен и перепроверен в разных системах радиоактивных и дочерних изотопов. Эти вещи делаются, и мы можем уже сейчас, например, сказать, что вот на этом разрезе, который мы видим, есть два типа пород. И мы знаем, что один из них, вот этот розовый, подстилающий вот этот серый, это граниты. В гранитах никогда никакой фауны не бывает, это изверженная горная порода. А вот в таких породах, вот здесь наверху, это сланцы. Здесь фауна бывает, ее бывает много. Мы можем с помощью фауны определить возраст этих образований. Возраст стратеграфический, возраст в терминах относительного времени. Скажем, это у нас какой-нибудь каменноугольный сланец. А вот этот гранит у нас неизвестного возраста, но померив его абсолютный возраст, мы можем сказать, что эти граниты относятся к Дивонскому периоду. Так что мы можем здесь, то есть геологи, естественно, используют и тот, и другой метод определения возраста, ту и другую шкалу. Мы определяем стратеграфический возраст подразделения, а потом заверяем его с помощью радиоактивных изотопов. И получаем калибровку стратеграфической шкалы. Вот эта стратеграфическая колонка Земли, которую вы видели уже раньше, она уже отмасштабирована, откалибрована по абсолютному возрасту. Каждый из крупных периодов геологической истории Земли имеет какие-то свои границы. Они не очень четкие, размытые, конечно. Но есть какой-то средний показатель, по которому можно определить границу верхнюю и нижнюю того или иного подразделения. И каждая из этих границ может быть охарактеризована в терминах абсолютного уже возраста. Мы знаем, что самые древние породы на Земле датированы, конечно же, уже не стратеграфически, а именно с помощью радиоактивных методов, радиоактивных изотопов, имеют возраст 4-5-6 миллиардов лет. Дальше у нас идет немой период, где практически нету никаких свидетельств о жизни. Мы не видим следов окаменелостей, практически они там не появляются. И он занимает большой промежуток, это так называемый архей. Его верхняя граница это 2,5 миллиарда лет, а дальше, после 2,5 миллиардов лет, начинается так называемый протерозой. Это время скрытой жизни. Интересно отметить, что уже в породах этого возраста, охарактеризованного главным образом по радиоактивным изотопам, в некоторых случаях можно найти свидетельство жизни. То есть жизнь на Земле зародилась уже довольно давно. И вот протерозой сменился полиозоем, полиозоем-мезозоем, мезозой-кайнозоем. И мы знаем временные рамки каждого из этих подразделений. Вот это то, что мы изучаем в терминах времени. Мы можем размотать, раскрыть эту четвертую координату, которая нам нужна, и посмотреть, как же меняется Земля, как менялась Земля с течением времени. Давайте посмотрим на основные структуры, которые мы знаем на Земле, из чего Земля состоит. Вот Земля с вырезом четвертой части, как арбуз. В нашем земном шаре есть четыре основных геосферы, это так называется. Первое, самое внутреннее, это ядро. Дальше идет внешнее ядро, мантия и корай-литосфер. Мы знаем это строение с помощью, по результатам сейсмического зондирования. Сейсмические волны, проходя через толщу Земли, замедляют свое движение или ускоряются, и могут быть расшифрованы в терминах скоростей и слоистости Земли, разделения ее на оболочки. Но давайте посмотрим, что мы видим на поверхности Земли. Какие основные структуры видны на поверхности Земли? Какие особенности поверхности? Что они говорят нам о возможном строении внутренней Земли? И начнем мы смотреть на эпицентры землетрясений. Землетрясение вещь известная, и если начать кортировать эпицентры землетрясений, то они располагаются по поверхности Земли вовсе не хаотично. Вот вы видите зоны, отчетливые зоны эпицентров землетрясений. И они образуют кольцо вокруг Тихого океана и расчленяют океаны посередине. Красным цветом показаны так называемые мелкофокусные землетрясения, синим глубокофокусные. Видите, что мелкофокусные землетрясения преимущественно концентрируются в центральных частях океана, в Атлантическом, Индийском, Тихом океане. А глубокофокусные землетрясения, как правило, приурочены к периферии Тихого океана. Эта особенность эпицентров землетрясений находит свое объяснение глобальной тектонической картине Земли. Глубокофокусные землетрясения связаны с так называемыми зонами субдукции. Это крупные структуры Земли, которые находятся в местах столкновения океанического дна с континентами и представляют собой подвиг плиты океанического дна, вот эта плита океанического дна под плиту континента. Плита океаническая уходит вглубь, это процесс непростой, он выделяет много энергии, просто так плита одно под другую не подсовывается. Это вызывает землетрясения, землетрясения глубокофокусные. А вот как распределены зоны субдукции на Земле. Главным образом они встречаются по периферии Тихого океана. Это так называемое кольцо огня Тихоокеанское. Вот Южная и Северная Америка, островные дуги, это восточная часть Азии, вокруг Австралии. Вот такая связная система зон субдукции. Главным образом она, я как уже сказал, находится по периферии Тихого океана. Есть еще небольшие зоны субдукции на юге Атлантического океана, но это уже малосущественно. Второй принципиальный тип структур, который описывает поверхность Земли, это так называемые спрейдинговые центры. Это области, в которых разрастается океаническое дно. Это центры океанов, с которыми связаны те самые мелкофокусные землетрясения. Они отслеживают, эти мелкофокусные землетрясения отслеживают центральные зоны океанических впадин, там, где мантия земли, показанная красным и желтым, поднимается кверху и, раздвигая земную кору, изливается на поверхность, нарастая тем самым, наращивая тем самым океаническое дно. Вот как распределены в пространстве эти зоны спрейдинга. Вот красными швами показаны эти зоны. Наш земной шар похож на теннисный мяч или мяч для гольфа, заштопанный вот этими самыми зонами спрейдинга. Сочетание зон субдукции и зон спрейдинга разделяет нашу планету, поверхность нашей планеты, верхнюю ее часть, кору и литосферу, на отдельные крупные блоки, так называемые плиты. Вот карта этих плит, такая мозаика, многие континенты венчают эти плиты. Как изменялось во времени и изменялось ли во времени вот такое строение поверхности Земли? Можно ли считать, что вот та картина плит, который мы видим на поверхности Земли сейчас, существовала всегда? А может быть она менялась каким-то образом? Был такой человек, Альфред Вегенер, он предложил совершенно фантастическую гипотезу по тем временам. Никто его не понял и никто не поверил. Он высказал гипотезу дрейфа континентов. Исходил он из довольно простой вещи. Если вырезать из карты Африку и Южную Америку и сдвинуть их друг с другом, то они очень хорошо совпадут. Вот, например, такая реконструкция континентов, чисто геометрическая. Вот Африка, Южная Америка совпадают. Антарктика тоже может быть подсоединена к этим континентам. Австралия, Индия. Их, правда, надо повернуть и подвинуть. Но и не только это, не только очертания континентов свидетельствуют о возможном перемещении этих плит, но также распространенность той самой фауны. Вот окаменелости определенного вида, вот ареалы этих особей, обитавших разные времена, показаны разным цветом. Они перескакивают через океаны, как если бы этих океанов не было. Мы видим животных в окаменелом виде, конечно, в Африке, в Южной Америке, причем таких, которые не могут плавать через океаны, не сухопутные или пресноводные. Это был следующим шагом в осознании того, что континенты, наверное, движутся. Они не стабильны во времени, не стационарны, они сходятся и расходятся. И это было совершенно революционное предположение, сделанное Вегенером. Оно долго не находило понимания до того, как накопилось, покуда не накопилось большое количество данных о возрастах, например, во застах ложь океанов. И человек по фамилии Вилсон суммировал эти данные, сделал свои обобщения, предложил цикл роста и распада континентов и океанов. Вот эта диаграмма показывает этот цикл Вилсона. Начинается он с ненарушенного континента, который разбивается рифтовой зоной, разрастается океан, океан потом схлопывается. Два континентальных блока подходят ближе и ближе к другу, вот эта зона субдукции. Потом, наконец, они сталкиваются и образуется новая континентальная плита, которая впоследствии может быть снова нарушена рифтовой зоной и так далее. Этот цикл Вилсона – это основная концептуальная модель тектоники плит. Главное подтверждение этой модели, этой теории тектоники плит находится на дне моря. Вот эта карта показывает разные возраста поверхности пород на ложах океанов Земли. Вы видите, что от центра, от спрейдинговых центров в стороны возраст систематически увеличивается. И это прямое доказательство того, что океаническое дно разрастается из вот этих самых спрейдинговых центров. Если мы будем тщательно изучать характер перемещения океанического дна, направление перемещения этого дна, направление перемещения континентальных блоков, то мы можем, в принципе, реконструировать облик земной поверхности в разные возраста. Вот, например, в Докембрии, слово вам уже знакомое, вот так выглядела наша Земля в это давнее время. Здесь трудно опознать какой-то из континентов, которые мы знаем сейчас на поверхности. Вот такие реконструкции соответствуют возрасту 750 миллионов лет. В начале Палеозоя картина немножко изменилась. Основные континентальные массы, вот они были сконцедрированы здесь, и существовали колоссальные континенты, острова в океане. Это так было 500 миллионов лет назад. В конце Палеозоя уже картина становится более-менее похожей на современную. Вот здесь, вот в этом огромном континенте, можно очертить границы современных континентов. Ближе к нам, в Мезозои, уже сформировалась Африка, и Америка, и Евразия. Становится все больше и больше похоже на современную картину. В Кайнозои, совсем уже близко от нас, всего лишь 50 миллионов лет назад, уже практически облик поверхности Земли такой же, как современности, за исключением такого огромного пролива между Африкой и Евразией, и Индией и Евразией. И, наконец, в современное время, вот картина мира, которую мы видим сейчас. Вот это был краткий очерк геологической истории Земли. Очень краткий, очень неподробный. Но он дает представление о том, какие главные особенности мы пытаемся изучить, и, главным образом, как мы подходим к проблеме времени, геологической истории, и как меняется поверхность, скажем, планетного тела, таким, каким является Земля, в течение времени. Спасибо за внимание. Это была первая наша лекция.